Вести Ульяновск на телеканале России, в студии Владислав Витковский. Доброе утро, смотрите выпуски. На дорогах жарко. Здравствуйте, большие ключище Сенгилей. Такого масштабного ремонта здесь еще не было. Автолюбителям обещают в середине мая, они с комфортом поедут по обновленной трассе. Дела садовые. Вопросов на самом деле много. Они связаны с мелиорацией, с оплатой воды. И Всероссийский съезд Союза садоводов России прошел в Ульяновской области. И символизируют, и приближают лето. Уже много лет они работают безотказно, радуют наших горожан. На свиньяге установили фонтаны, на майские праздники они заработают. В регионе стартовал дорожно-строительный сезон. В некоторых районах области работа уже кипит. На проблемных некогда участках укладывают новый асфальт. За работами в Сенгилеевском районе наблюдал Павел Игнатьев. И без того узкий участок трассы сократился до одной полосы. Проезжая часть уже отфрезерована. Дорожники приступают к следующему этапу. Трасса большие ключища Сенгилеев. Такого масштабного ремонта здесь еще не было. Дорогу расширяют и приводят ко всем стандартам. Согласно ГОСТу, дорожное полотно станет 8-метровым. Взамен нынешним скромным даже по региональным меркам 7 метрам. Участок общей протяженностью в 3 километра. Начали ремонтировать, как только трасса заметно подсохла. Проводится вскрытие обочин. Досыпается также по технологии определенное количество песка, щебенки. И потом это будет закладываться двумя слоями асфальта. Проблемные участки дороги обнажаются после схода снега. По всем недочетам автовладельцы обращаются в Центр управления регионом. За текущую неделю нам поступило более 215 вопросов по системе инцидент, на которые мы своевременно пытаемся принимать меры и как-то реагировать. Как на этом участке трассы. Здесь работа кипит с утра до вечера. Все подготовительные работы уже завершены. Укладка асфальта дорожники займутся со дня на день. Опасных аварийных участков здесь больше не будет. По обновленной трассе водители поедут уже в середине мая. Павел Гнатьев, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск, Сенгилевский район. Хорошие дороги – залог безопасности. Ситуации с ДТП и другими чрезвычайными происшествиями последних дней обсудили накануне в региональной администрации на аппаратном совещании. Были приняты и кадровые решения. Подробнее Игорь Кранцев. Еще пару дней назад здесь, на центральной площади Ульяновска, стартовали и финишировали участники 77-й легкоатлетической эстафеты. Алексей Русских, который был среди участников забегов, назвал эстафету важной традицией, но дал поручение рассмотреть возможность переноса маршрута эстафеты таким образом, чтобы меньше были задействованы центральные улицы Ульяновска. И эстафета далеко не единственная и, пожалуй, не самое главное, на что обратил внимание глава региона. Начал же совещание в Рио губернатора с информацией о состоянии детей. Мальчика из железнодорожного района, на него в выходные упало старое дерево, и девочке, которую 20 апреля сбил автомобиль в засвежье. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Я ситуацию эту держу на контроле. Каждый день у меня несколько докладов от главврача. Вчера я посетил. Вы знаете, что мальчик пострадал. Вчера, когда я был, кстати, в больнице, я встретился с родителями. Бабушка, дедушка этого молодого мальчика шли, гуляли. Он отстал, оборачивается, он лежит под деревом. Это тяжелейший этап. Вчера мы сделали операцию, но операция, со слов главврача, прошла успешно. Алексей Русслик дал поручение изучить ситуацию с ростом ДТП, вспомнив и об утреннем резонансном случае с упавшей маршруткой в засвежье и пострадавшими людьми, а также поручил навести порядок с деревьями в жилых микрорайонах, дабы не повторялись подобные ЧП. Затронули и тему лесных пожаров. За нынешнюю весну уже произошло 20 возгораний по вине населения и два по вине лесозаготовителей. Согласно данного режима у нас присутствует запрет на разведение костров на территории Государственного лесного фонда, посещение Государственного лесного фонда и также в отношении лесозаготовителей у нас на сегодняшний день введен запрет на сжигание порубочных остатков. Резюме главы региона – отслеживать, наказывать и не допускать лесные пожары. Посредством видеосвязи на это обращает внимание глав районов, особенно традиционно лесных. Много времени собравшиеся уделили обсуждению ситуации с COVID-19. И руководитель региона выражает недоумение по поводу того, что запас тестов в лечебных учреждениях всего на две недели. Реакция молниеносна. За ряд недочетов в работе руководству Минздрава вынесен выговор, а его заместителя – председателя правительства Екатерина Уба, которая курировала этот блок, особо ордена от должности. Больше тестирования, больше выявления, больше лечить начинали, меньше бегали, заражали других. Я считаю ситуацию вообще критической. Так, Екатерина Владимировна, я думаю, что не думаю, я освобождаю вас от обязанностей, замещаемой должности. Так, к адам подготовить соответствующие документы. Ведомство, находившееся в подчинении Екатерины Владимировны, временно переходит в подчинение и у председателя правительства Александра Смекалина. При этом всех чиновников Алексей Русских просит со всей серьезностью относиться как к текущей повестке, так и к оперативным поручениям. На особом контроле, в частности, извечно сложная дорожная отрасль. На региональных дорогах работы ведутся 29 бригад сформированных у нас. Еженедельно мы выполняем порядка 10 тысяч квадратных метров ямочного ремонта. На сегодняшний день эта цифра уже более 22 тысячи. Приближается и открытие паркового сезона. Согласно планам, оно намечено на 1 мая. В лынешнем году не обойдется без ограничений. Причина – все тот же ковид. Люди там смогут прогуляться, люди смогут покататься на аттракционах. Повторюсь, культурно-массовых мероприятий не будет, пока не будут сняты все ограничения. С определенными ограничениями пройдет и празднование Дня Победы. До знаменательной даты остается совсем немного времени, и Алексей Русских дал ряд поручений по подготовке и проведению мероприятий 9 мая. Игорь Кранцев, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. 250 делегатов из 80 регионов страны. В Ульяновской области прошел Всероссийский съезд Союза садоводов России. Обсудили региональные программы, поделили с местными практиками и подняли проблемные вопросы садоводов. Курс на развитие садоводческого движения. На Всероссийском съезде важно не только обменяться опытом, но и модернизировать федеральный закон. Садоводы получили свой федеральный закон, который является базой сегодня, как фундаментом, вот на него как бы мы будем наращивать мясо в виде предложений, в виде того, что сегодня обработает съезд. 39% ульяновцев, то есть 500 тысяч жителей региона – садоводы. В области – 242 СНТ. На их развитие ежегодно выделяются миллионы рублей. С 2010 года построено 112 километров дорог, 165 километров линии электропередач, 23 скважины. В основу преобразования легла программа субсидирования. По ней садоводческим товариществом компенсируют 50% затрат, связанных с благоустройством СНТ. Подобный проект уже действует и в ряде других регионов, но на федеральном уровне такой поддержки нет. Эффективное садоводчество в России, оно еще и зависит от того, насколько продуманы законы нормативно-правые ягоды. А здесь много неразрешенных до сих пор вопросов. Вопросов на самом деле много. Они связаны и с мелиорацией, и с оплатой воды. Хозяйство растет, хозяйство становится все больше. Для этого на съезд приехали федеральные эксперты. Но главные участники форума все же садоводы. ГАЭС Таиров знает о проблемах СНТ не понаслышке. С 2005 года он занимает должность председателя садового товарищества. За 16 лет на своей территории они успели полностью сделать реконструкцию электросетей и водопровода. Но есть задача нерешенная. У нас на сегодняшний день проблема по газификации. Мы несколько раз обращались уже в облгаз, но пока нам еще не дают тех условий на подключение газа. Аналогичные проблемы и у других садоводов. И сейчас они встали особо остро. Начала активно включаться молодежь. Молодежь приезжает, скупает участки садовые, те, которые были ранее заброшены. Активно их приводит в соответствие. Строит определенные дачные домики. Я бы уже даже сказал, наверное, дома для круглодичного проживания. За 2020-й садоводы произвели 22 тысячи тонн продукции. Для реализации излишек создаются новые программы. Например, облпотребсоюз закупает транспорт для скупки на садовых участках овощей и фруктов. Мы с вами должны улучшить жизнь людей, сделать ее наиболее благоприятной. Садоводы определили приоритеты. Первое – комплексное решение социально-экономического развития садоводческих объединений России. Второе – разработать целевые программы по поддержке СНТ и поддержать образовательные проекты. Елена Тимонина, Марина Тимофеева, Алексей Прохоров. Вести Ульяновск. Из Чердоклинского района. На Смияге установили фонтаны. Всего их шесть. Два напротив университетской набережной, еще три в районе речных островов и последний возле пешеходного моста на улице Облуково. Глубина реки здесь небольшая, около двух метров, а вот высота водяного столба у фонтанов достигает 30 метров. Обеспечивается это нехитрым устройством. Насосы, которые качают воду и форсунки, из них-то и вылетает струя под давлением. Все сделано руками специалистов Ульяновского водоканала. Работают все шесть надежно. Уже много лет они работают безотказно, радуют наших горожан и надеюсь, что и предстоящий летний сезон также будут радовать наших горожан. Один раз в неделю фонтаны отключают на профилактическое обслуживание. Подводную часть водолазы очищают от ила, верхней занимаются энергетики. Чтобы добираться до середины реки, специально приобрели лодку с мотором. С помощью нее, кстати, и отбуксировали все фонтаны до места, где закрепили их якорями. Открытие сезона фонтанов запланировано на майские праздники. Садом памяти объявлен 2021 год. Аллею из елок уже высадили на территории шестой школы в память о героях Великой Отечественной войны. Всего в России будет высажено 27 миллионов деревьев по количеству советских граждан, погибших в военные годы. На территории Ульяновской области посадят 125 тысяч. Именно столько ульяновцев не вернулось с войны домой. Данная акция, так же, как и в прошлом году, пройдет в онлайн формате. Каждый житель города Ульяновской и Ульяновской области может высадить дерево на своем приусадебном участке и зарегистрировать его на сайте акции сад памяти. Деревья будут высажены на пришкольных участках, в скверах и парках. Кто будет за ними ухаживать, обсудили на Оргкомитете Победы по празднованию 76-й годовщины. В школах, техникумах, вузах будут организованы зеленые отряды. Северную волну готовят к открытию. Бассейн на базе Ульяновского государственного технического университета на днях оценили чиновники. Уже известно, ежедневно прийти поплавать смогут сюда более 500 человек. Об оздоровительном комплексе подробнее Марина Тимофеева. Шесть дорожек длина каждой 25 метров. Северная волна строилась с 2019 года. Сегодня физкультурно-оздоровительный комплекс готов к открытию. Остаются организационные работы. К нам должны прийти наши новые сотрудники, медицинские сотрудники, тренеры, для того, чтобы в нашем физкультурно-оздоровительном комплексе было можно плавать и безопасно, и эффективно. Сам комплекс построен по проекту «Детский спорт». Заниматься смогут в нем до 7 тысяч человек, как взрослые, так и дети. Хороший объект направлен на определение здоровья учащихся, на поддержание духа соревнований. Мы в этом году в пяти субъектах Российской Федерации открываем «Детский бассейн». Бассейн оснащен оптимальной технологией водоподготовки. Альтернативная технология очистки воды, многослойная фильтрация – все это позволяет создать комфортную и безопасную среду для посетителей спортивного комплекса. Здесь же для удобства предусмотрены умные браслеты. Спортивный объект для гостей распахнет свои двери уже в мае этого года. В бассейне планируется проводить для студентов занятия физкультуры, тренировки, сборные вуза. А в оставшееся время его смогут посещать жители областного центра. Также на цокольном этаже разместится лыжная база. В Ульяновской области к открытию готовятся пять бассейнов. Два в областном центре, один в Ишеевке, другой в Индинском районе и пятый в Кузоватовском. Марина Тимофеева, Вести, Ульяновск. Ансамбль народного танца «Волга» готовит зрителям сольный концерт. С новой программой они выступят в Международный день танца. О классических заготовках Марина Тимофеева. Вот они, финальные репетиции перед сольным концертом. Волжский ансамбль «Ходню танца» для ульяновцев готовит новую программу. Наш репертуар основывается на танцах народов по Волжье и русской программы. А сейчас мы решили показать, что мы еще способны давать балетные постановки. Ведь классический танец – это основа всей хореографии. Удивят классической заготовкой две балетные постановки, первая – танец с саблями. Отрывок известного музыкального произведения «Арама Хачатуряна» из балета «Гайне» сменится классической постановкой Маргариты Январевой. Посвящение. Всего в программе 25 номеров. Среди них и те, что давно полюбились зрителям. Ансамбль народного танца «Волга» – это не только балет, но и оркестр, и вокалисты. На протяжении пяти лет через танцы и песни они передают традиции и народную культуру. Коллектив дважды был удостоен высокой чести представлять страну в Стамбуле в День России и на международном фестивале в Швейцарии. Репетировать и выступать коллектив не переставал и на самоизоляции. Они, как и все, ушли в онлайн и даже успели завоевать золото на фестивале «Русское поле». Пять лет – это еще не что, чтобы во всех уголках побывать, чтобы показать все свое творчество. Поэтому обкатать сеть программ, создать новую программу. Мы уже думаем и об исторических каких-то номерах. В планах удивлять зрителей новыми постановками и первый волжский ансамбль представит в Международный день танца. Поздравляем всех тех людей, которые непосредственно имеют отношение к танцу. Это очень красивый большой праздник. А мы, вокалисты, конечно же, создадим своими песнями еще и настроение. Будем петь от души и от сердца для всех зрителей, которые придут в этот прекрасный праздник. Мы всех приглашаем. Сольный концерт запланирован 29 апреля в ДК Губернаторском. Начало 18.00. Марина Тимофеева, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Позитивные эмоции, хорошее настроение, работа над собой, главное вера в себя. Об этом и многом другом поговорим сегодня, 27 апреля, ровно в полдень. Подключайтесь к проекту «За обедом» в Ютубе и соцсетях, а также в Инстаграм на страничке ГТРК «Волга». Гость стрима «Модель плюс сайз» миссис Ульяновск 2020 в номинации «Талант года» Ася Григорьева. Пишите в комментариях, задавайте вопросы, делитесь впечатлениями. Сегодня в 9 часов 34 минуты смотрите специальный репортаж Артема Петрова из Корсунского района. Год, как пандемия коронавируса отковала Ульяновскую область и началось нашествие инфекции из Корсуна. Ровно год назад Корсунский район Ульяновской области первым в регионе на себе ощутил, что такое коронавирус. Когда еще в мире-то никто толком не знал, как себя проявляет Сарсков-2 и как его лечить. Здесь счет заболевших уже шел на десятки. Буквально за сутки привычная жизнь сменилась тотальным локдауном. В очаг эпидемии было приостановлено транспортное сообщение. Свободное передвижение было жестко ограничено. На улицу тогда же вышли люди в противочумных костюмах и началась тотальная дезинфекция. Всего за несколько дней полностью перестроилась и сфера здравоохранения, а больницы были перепрофилированы в ковидные госпитали, а число заболевших все увеличивалось. Тогда же остановилась и плановая диспансеризация. Ровно на один год. Итак, сегодня в 9.34 сначала репортаж из Корсунского района, а затем зарисовка об эстрадном балете «Экситон». 30 апреля прославленный коллектив даст концерт в честь дня своего рождения. Далее прогноз погоды от Ульяновского гидрометцентра. А у меня на этом все. Хорошего вам дня. Сегодня в Ульяновской области ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Атмосферное давление существенно не изменится. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем по области плюс 10-15. В Ульяновске 11-13 градусов тепла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова